Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами Читалочка, и этот год подходит к концу. Ну а мы с вами заканчиваем этот год финальным роликом подведения итогов, в котором, казалось бы, нужно рассказать про худшие книги, которые я читала в 2019 году. Но, честно скажу, делать мне этого не хочется, потому что вы и так знаете те ролики, которые набрали больше всего просмотров, которые были про самые худшие книги, которые я читала в этом году. Это было очень всрато, фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, нахрен издавать такое, фа-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. И поэтому мне хочется в рамках этого финального ролика года просто с вами пробежаться по всему, что было на канале в течение этих 365 дней. Я предлагаю вам вместе со мною вспомнить, с чего, с каких книг начинался этот год, и вообще расскажу вам кое-что, быть может, даже о такой кухне, о своем рабочем пространстве, в рамках которого и создавалось то или иное видео. Не будем долго затягивать, поэтому погнали. Честно скажу, этот год начался для меня хреново. Так вышло, что я не очень хочу рассказывать вам о своих семейных проблемах, которые имели место, но все-таки. В январе я сняла ролик, мы с ребятами хотели делать марафон «Книжные коллекторы». В итоге потом этот марафон принял образ книжных долгов. По-моему, Али его запускала, но я сейчас могу ошибаться. И знаете, что я вам скажу? «Книжные коллекторы» для меня оказался, ну, совершенно не моим марафоном. И все эти книжные долги просто так получается, что я стараюсь сразу читать книги, которые у меня появляются. И стопка моих непрочитанных, она, как правило, не составляет больше пяти книг. И эти непрочитанные книги я не откладываю в долгий ящик, они всегда находятся где-нибудь в рамках поля моего зрения, чтобы я постоянно видела эти книги, чтобы они постоянно напоминали мне о себе. И поэтому ничего как бы удивительного нет в том, что мне просто книжные долги не зашли. О, в начале года у нас с вами еще были книги вне обзоров, которые потом переросли в рубрику «Читала, читаю и буду читать». Мне, кстати, кажется, что этот формат все-таки несколько комфортней, и для вас в том числе. Многие из вас не писали, что вам действительно интересно, какие книги будут читаться далее. Поэтому совершенно не жалею, что книги вне обзоров ушли на покой, и их место заняла рубрика «ЧЧБЧ». В будущем году также не планирую от нее отказываться. Возможно, она претерпит какие-нибудь изменения, но пока в планах менять ее точно нет. Отдельные обзоры в будущем году также сохранятся. И вот тут мне сразу попадается в глаза ролик про «Семь смертей Эвелины Хардкасл». «Семь смертей Эвелины Хардкасл» до сих пор почему-то некоторыми людьми обсуждается. Для меня эта книга оказалась, ну, можно сказать, так-сяк работой. Именно так я могу ее охарактеризовать, потому что помню свои ощущения после прочтения. Помню, что у меня было удивление, почему вообще люди удивляются этой книге, ведь она достаточно так странно написана. Ой, я тут такая чудная, эта белая рубашка еще сидит на мне практически в обтяжечку. И, кстати, да, главное мое достижение, наверное, в этом году, что я все-таки похудела, я сумела взять себя в руки и этим летом перестала жрать всякие вкусняшки. Сейчас я, правда, снова это делаю, но люблю я булки. Обожаю булки просто, блин. И это мое достижение, да. Бесконечная шутка сосямбо по сравнению с тем, что я сумела сбросить некоторое количество килограммов. Да, этот обзор зашел, кстати, не очень хорошо, всего 15 тысяч просмотров. Но, в принципе, я высказала свое мнение. И в целом-то я уже смирилась с тем, что ролики на книжную тематику не собирают каких-то миллионов просмотров. Так было, так будет, наверное, всегда. О, замечательный ролик, который я снимала аж 10 месяцев назад. Спасибо Ютубу, благодаря этому можно вообще вспомнить, что происходило в течение года. С чего начинать читать Набокова? Знаете, это видео для меня очень дорого, потому что оно получилось абсолютно внезапно. Я смотрела очередной документальный фильм про отношения Веры и Владимира и разрыдалась, и поняла, что так, нужно, нужно скорее записать какой-нибудь ролик про Набокова. И, естественно, я сразу вспомнила про один из самых популярных вопросов на своем канале. С чего начинать читать Владимира Владимировича? И, возможно, именно поэтому этот ролик так хорошо зашел в аудиторию. Многим из вас он понравился. Он самой мне очень сильно нравится. И нравится... Все мне так нравится, и вообще мне так нравится, что этот год наконец-то подходит к концу. Он начался просто как чудовищная какая-то череда проблем, слез, криков. И заканчивается наконец-то. Наконец-то он заканчивается более-менее ровно. Фух! Ролик про работу в книжном и в книжных магазинах. Ой, знаете, этот ролик тоже для меня очень и очень дорог, потому что я наконец-то рассказала вам про свой опыт работы в книжном магазине в Санкт-Петербурге. И ролик, мне кажется, тоже получился очень ламповым за счет тех историй, которые я вытащила из своей памяти и донесла наконец-таки до вас. Так что, блин, да, он был классный. А еще в этом ролике я наконец-то вышла поснимать из дома. Я поснимала в Букинисте, я поснимала в одном оффлайновом магазине в своем городе. И мне кажется, этот ролик тоже зашел хорошо, потому что у нас получилось большое масштабное обсуждение потом всего, что я сказала в этом видео, ну, как бы в комментариях. О, а еще 10 месяцев назад я сняла ролик про блогеров, которые пишут книги. И, знаете, вообще я прям балдею от того, как я в этом видео выгляжу. Вот давайте я честно вам скажу. Несмотря на то, что я тут еще такой пухляк, все равно, мне кажется, вау. Марина Васат, кстати, посмотрев это видео, похвалила мою помаду. Имеет полное право. И, знаете, вот это вот платье я от него, к сожалению, избавилась, хотя оно было очень классным, но я все-таки ушла от всяких принтов. Но не суть. Самое главное в этом ролике, что я, мне кажется, опять-таки конструктивно попробовала донести свое мнение, донести, зачем некоторым людям необходимы книги блогеров. И, наверное, смысл в этом ролике еще и таков, что потом он принес мне появление на канал Маши Новосад. То есть она смотрела русский YouTube, решила посмотреть обзоры на свои книги, нашла мое видео, похвалила меня. Глава посвященная. Окей, я была готова, что меня сейчас разнесут в пух и прах. Она мне нравится не потому, что она... Я не знаю, может, она мне сейчас разнесет в пух и прах. Мне кажется, к этому все идет. Мне кажется, сейчас будет сэндвич. Она начала хорошо, потом практикует, скорее всего, очень обраганно, потому что, судя по тому, как она говорит, я уверена, она будет говорить все очень конструктивно и по делу. И многие там писали в комментариях, что вот, мол, Энтони Улай поругал твою книгу, и поэтому ты на него наехала, а Полина твою книгу похвалила. Ну, я ее похвалила, если честно, вообще не ожидая, что мой ролик сможет увидеть Маша. И самое главное, в феврале, в феврале Аня приезжала на мой день рождения, и мы сняли с ней целых два видео. Самое главное, это долбаные фанфики по Гарри Поттеру. В будущем году мы обязательно снимем продолжение. Фестралы? У меня аж дернулась губа. Фестралы? Нет, здесь два персонажа, которых очень любят шиперить. Вот прямо очень любят шиперить. Драка и Гарри? Да. А вы говорите, я старая, я знаю. Если бы Гарри кто-нибудь сказал, что он будет как похотливая сучка истекать слюной назад и платиновые отросшие патлы хорька, то по меньшей мере был бы послан на детородный орган Мерлина. Прям вот зуб даю, обязательно снимем продолжение, никуда мы от этого не денемся. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. И вот, получается, весной я начала читать бесконечную шутку. И это тоже одно из самых главных достижений все-таки этого года, несмотря на похудение. Все равно бесконечную шутку стоило прочитать, чтобы потом, во-первых, выпендриваться, а во-вторых, все-таки эта книга и, наконец-таки, ее издание здесь у нас в России. И это большое событие для литературного процесса в целом, для всей нашей страны, и не только для тех людей, которые читают книжки. Бесконечная шутка это было тяжело, но если вы смотрели уже другие ролики итогов, вы могли заметить, что эта книга так и не вошла ни в один список, типа, там, лучших книг, худших книг, вообще никаким макаром нигде не всплыла, просто потому что я не сумела понять ее до конца. Я буду абсолютно честной и откровенной. Книга очень сложная, очень сложная, ее 100% нужно будет перечитывать. Вряд ли в ближайшее время я на это решусь, потому что, ну, это тяжело. Практически целый месяц я убила на этот огромнейший талмуд, и она меня унижает, видео называется, потому что действительно мне казалось, особенно первые 200-300 страниц, что эта книга просто занимается моим унижением и пытается меня изнахратить просто внутренне. Да, еще я смотрела как раз видео на канале Книжный Чел, интервью с Поляриновым, все это параллельно комментировала. В этом году, кстати, я стала чаще снимать ролики такого формата околовлогового, не только в рамках прохождения марафона 24 часа чтения, который из-за моей больной головы превратился в марафон так-сяк 24 часа чтения, но, да, мне кажется, я все-таки наконец-то привыкла к камере, да, спустя 5 лет ведения канала, да, спустя достижение 100 тысяч подписчиков, я наконец-то стала спокойнее относиться к тому, что где-то на камере я могу выглядеть не так, как я себя представляю, не так, как я вижу себя в зеркале, не так вообще, как мне хочется выглядеть, и, наверное, это тоже большой плюс, потому что я стала как-то спокойнее относиться к своим комплексам, и это здорово. И да, я уже упомянула, что на канале-то вас стало 100 тысяч. Я все еще не верю, потому что YouTube до сих пор не прислал мне мою кнопку, и, наверное, мне нужно какое-то материальное осознание того, что YouTube признал мои 100 тысяч, признал то, что 100 тысяч человек могли когда-нибудь заинтересоваться каким-нибудь видео и тыкнуть на кнопку подписаться, но вот пока у меня нет вообще понимания, как это 100 тысяч на канале, который полностью состоит из книжного контента, ничего другого здесь нет, я рассказываю только про книги, только про свое отношение к этим книгам, и тут херракс, и 100 тысяч подписчиков. Это очень классно на самом деле, и это, да, это будет в ноябре, в ноябре я достигла этого, этой отметки, но самое главное все равно в 2018 году, что вас здесь стало так много. Это невероятно, и всем и каждому из вас большое-большое спасибо. Я рассказала, наконец-таки, свою читательскую историю в этом году, которая вышла аж на 35... Вру! На 30 минут, на 35 минут вышел ролик про 100 книг, которые нужно прочесть. Тоже видео очень интересное, мы устраивали там розыгрыш большого количества сертификатов на круглые суммы от Лабиринта. Ролик зашел очень хорошо, я знаю, что он попал в различные рекомендации какие-то, встречен он был неоднозначным, потому что 35 минут болтать без умолку, естественно, я допускаю много ошибок, много ломаю ударения в фамилии авторов, но такова я, это, в принципе, естественно. Все мы люди, и сколько бы книг вы не читали, поверьте, не всегда указывается ударение внутри книжек. Это нормально, это естественно, но все равно хочу сказать спасибо всем тем, кто очень по-доброму и очень лояльно обратил внимание на мои ошибки и просто объяснил, что в некоторых моментах я не права. Обожаю вот, когда делают именно так. 8 месяцев назад, это был у нас апрель, я хотела полностью изменить политику канала, полностью изменить контент, у меня случился определенный творческий кризис по весне, и мне хотелось, можно сказать, отказаться от простых форматов, мне хотелось доносить до вас какие-то более глубокие мысли, так появилось видео про книжку о шарлатанах, так появилось видео, которое в итоге мне, правда, пришлось закрыть, потому что оно полностью портило статистику канала про 50 оттенков Бродского, это был анализ Алексея Монт-Ночь в произведении Иосифа Александровича, аккурат к его дню рождения, но, к сожалению, да, такой контент для Ютуба, видимо, слишком сложен, либо я недостаточно харизматична, чтобы рассказывать о таких сложных вещах, но как бы там ни было, это я тоже пережила, и дальше вступила, можно сказать, в новую эру канала с новыми силами, с новыми идеями, и да, также в этом году я попробовала себя в рамках интервью Эра, вот мы записали интервью с Андреем Бабиковым, это известный набоковед в литературном мире, который написал свою книгу про чтение Набокова, свою очередную работу, связанную с творчеством Владимира Владимировича, очень рада, что мне довелось с ним познакомиться, безумно просто горжусь тем, что сумела пообщаться с этим человеком, и, как мне кажется, все-таки не ударить в грязь лицо, и да, тут я уже блондинка, это моя главная ошибка в 2019 году, что я решила перекраситься в блондинку, вот захотелось мне вспомнить все-таки свои школьные ошибки, в школе я тоже красилась в блондинку, и да, я сейчас вот так вот пала, да, про лексему вам тут говорю, а теперь загоняю про волосы, но знаю, что тема моих волос почему-то многим интересна, но это была ошибка, серьезно, что бы вам ни говорили парикмахеры, и стилисты, и колористы, не слушайте, если вы темноволосая девушка, и вы осветляете свои волосы, все равно будет жопа, в итоге через месяц, через два, как вы за ними не ухаживаете, волосы начнут ломаться, я до сих пор последствия этого состояния своего исправляю, и тут я еще такой жирочек, я тут такой жирочек, но Андрей, как всегда, прекрасен, но у меня на лице прямо написано, насколько внимательно я его слушаю, это была очень интересная беседа, и спасибо Антону и Ане за то, что они помогли мне снять этот ролик. Да, и вот как раз видно после этого, как я ударилась во все подряд, я сняла видео с анализом фанфикшена, как явление в литературном мире, видео получилось, кстати, очень классное, мне очень жаль, что видео про какую-то фанфикшен-порнографию собрало там более 100 тысяч просмотров, а ролик, в котором я анализирую фанфикшен именно с точки зрения литературоведения, всего 18 тысяч просмотров, но все, можно пережить. И вот, 7 месяцев назад, это получается у нас лето, я решила все-таки попробовать прочитать «Игру престолов» целиком, от и до, ничего-то у меня не получилось, и я рассказывала, что, возможно, проблема все-таки была в том, что я не читала в оригинале, а взялась за перевод, а перевод, к сожалению, оставлял желать лучшего, но все-таки это был забавный опыт, это был забавный опыт, опять-таки, с точки зрения съемки себя в околовлоговом формате. Не могу сказать, что я сейчас горжусь всеми этими роликами, можно было отнестись к ним как-то поглубже, поинтересней, и в конце концов заставить себя пройти свой такой зачаточный вариант «Бесячего марафона», потому что книжки Мартина мне все-таки не понравились, но все-таки в новом году многие поклонники этой саги ждут ветра зимы, и я, наверное, все равно прочитаю новую книгу, прочитаю последнюю из саги и новую, но буду читать уже в оригинале. Таков путь, таковы мои планы на будущий год, и надеюсь все-таки, что хотя бы последние книги меня не разочаруют, именно потому что я буду читать их в оригинале. Еще в этом году я сняла большое, большущее видео с анализом и с рассказом про Улис Джеймса Джойса, видео, о котором меня многие очень сильно просили, и, наконец-таки, я разродилась, я перечитала Джойса и рассказала вам об этом Талмуде. Самое еще главное, чем в этом году я стала заниматься, это прочтение поминок по Финнигану на языке оригинала, и это, блин, еще сложнее, чем бесконечная шутка, но все-таки, надеюсь, лет через пять я все-таки и с этим справлюсь и смогу рассказать вам и про поминки по Финнигану уже в нормальном таком большом обзоре, а не просто с рассказом о том, как я страдаю, когда пытаюсь пролезть через весь этот литературный, выдуманный Джойсом язык в его поминках по Финнигану. Еще в этом году я стала чаще снимать вместе с вами различные литературные тесты, ЕГЭ по литературе, и мне кажется, этот формат тоже прижился и в будущем году тоже будет иметь место. Многие из вас меня уже попросили все-таки помочь им в подготовке к ЕГЭ по литературе, так как многие издают ЕГЭ как раз в 2020 году, так что да, обязательно будет. Ну и, конечно же, пять месяцев назад это, оказывается, было так недавно. Продолжение моей любимой саги, можно сказать, о Глаше «50 дней до моего самоубийства» Настя написала продолжение, и я, естественно, не могла это не снять. Мне кажется, получилось очень забавно, очень чудно, и в конце концов я тут снова блондинка, я тут уже немножко худею, и, блин, давайте честно, если вы вдруг знаете еще какую-нибудь популярную подростковую книжку, обязательно мне пишите. Я не против поугарать, я люблю читать такие плохие книги просто для того, чтобы немножечко повеселиться. Да, вот такой вот я мазохист, мне доставляет удовольствие читать плохие книги, мне доставляет удовольствие угорать над работой корректоров, редакторов и всех прочих ребят, которые почему-то никак не сообразят, как же все-таки сделать так, чтобы все было классно, и чтобы никакие видеоблогеры не гундели потом о том, как же все плохо. Да, это очень классный был обзор. Мне правда он нравится, я понимаю, почему он набрал чуть меньше просмотров, чем, например, первое мое видео про 50 дней до моего самоубийства, но, в общем-то, было классно. И да, вот тут мы уже подходим к такому периоду, можно сказать, становления общего оформления канала. Я стала делать новости, книжные новости, тоже формат, который прижился на канале, тоже он переезжает из 2019 в 2020 год, и я надеюсь, что вам и дальше будет все это интересно. Новости, новости, Лолита, как Набоков использовал жертву? Набоков придумал не сам, он не сам, Набоков переписал газетную вырезку. Это видео YouTube отключил от монетизации, видимо, потому что речь так или иначе про педофилию, но я, как говорится, не печалюсь, сижу, вышиваю, и выживаю, кстати, да, тоже, но это видео получилось хорошим, несмотря ни на что, несмотря на то, что эту книгу я могу назвать худшей нонфикшн книгой 2019 года, по крайней мере, одной из худших, ну, прям, давайте честно, автор этой работы, ну, несколько насочиняла лишнего, если так можно сказать. Еще один новый формат, который я придумала для себя в этом году, это книжная прожарка, формат, который очень тепло был, воспринято, очень чудно зашел, тоже мы с вами классно поугарали, посмеялись, мне кажется, что в будущем году тоже какой-нибудь похожий ролик я обязательно сниму, только надо подумать, какие книги есть резон прожарить, было здорово, прям классно, он тоже очень чудной, я обязательно, наверное, это все пересмотрю, это, это очень круто, и да, меня многие спрашивают, мол, Полин, почему ты не ведешь читательский дневник, ну, потому что вот мой читательский дневник, мой канал, мой читательский дневник, и буквально три месяца назад я нашла еще одну золотую жилу для своих просмотров, это книги экстрасенсов, Зажгите свечу, сконцентрируйте внимание на пламени свечи, на парафине концентрироваться не надо, концентрируйтесь до тех пор, пока не почувствуете плазму, материю огня, если вы научились вниманием касаться точки, то сможете коснуться огня, коснувшись, вы почувствуете энергию огня, и теперь вам надо найти ее источник в пространстве, и это ад, серьезно, это ад, я одновременно и смеюсь, и не понимаю, почему эти книги издают в таких количествах, в таких объемах, почему эти книги вообще читают, это прям ужасно, и потом был фестиваль, была ярмарка ММКВЯ, на которой я встретилась с Бэкбедером, тоже с ног шибательная история, одно из главных моих достижений в 2019 году, что я опять-таки затолкала в себя поглубже все свои комплексы, и сумела взять этот страх, преодолеть, подбежать к Бэкбедеру, и на своем каком-то внезапно неплохом английском попросить его об автографе и о фотографии, классно, это было тоже очень здорово. Щегол, одна из немногих экранизаций, которые я посмотрела в этом году, которая мне в принципе понравилась, но, но сразу скажу, сразу немножко так откачу время назад, мне все-таки кажется, что я этот фильм хочу пересмотреть уже после того, с такими, знаете, более осевшими воспоминаниями о книге, так как я закончила читать книгу и тут же, можно сказать, пошла смотреть фильм, мне кажется, что я не сумела фильм оценить до конца, как можно оценить самостоятельное произведение, то есть для меня фильм оказался дополнением книги, и вот в этом, наверное, была моя ошибка, когда я в итоге сказала, что это один из лучших фильмов 2019 года, так что, наверное, щегла надо пересмотреть и несколько переанализировать все происходящее. А потом случилась Диана Лилит, А теперь под конец этого ролика выбесило просто до того, что я чувствую, как у меня пульсирует венка возле виска, это... Вот. Диана Лилит, две книги, ее я прочитала, небо под которым тебя нет и инстадруг, и тадам! Все оказалось еще хуже, чем с Настенькой Крамер. Вот эти две книги просто занимают первое и второе место в списке самых худших. Поверьте, правда, Абисаль не самая худшая книга 2019 года. Это именно инстадруг и небо, под которым тебя нет. Удивительно, что я вообще запомнила название этой книги, потому что назвать ее можно было действительно как угодно, и... ужас! А еще в этом году я придумала формат «Ты не прочтешь». Видео, в которых я рассказываю о тех книгах, которые мне кажутся слишком сложными, которые, очевидно, не являются столь популярными, как всякие Диана Лилит, как всякие книги экстрасенсов, но мне кажется, это именно те книги, которые мне хочется до вас донести. Мне хочется, чтобы вы эти книги прочитали, поэтому название вот такое немножко берет вас на слабо «Ты не прочтешь». Тоже очень здорово, что этот формат появился, как мне кажется, и, наверное, на этом можно остановиться, потому что все остальное... Ну, ТикТок — это не то, чтобы новый формат, это просто жанр, в рамках которого мы сможем с вами отдохнуть, расслабиться от чтения книг, посмотреть, как другие относятся к книгам, немножко, опять-таки, поугарать. Несмотря на то, что я вся из себя такая читающая и эстетствующая, я безумно люблю хорошечно поржать, вот правда. Для меня это такая отдушина, я не читаю книги, которые смешные, которые заявлены как комедии, мне не совсем они интересны, но при этом я правда обожаю хорошечно посмеяться, и поэтому такие форматы тоже будут жить дальше на канале. Очень надеюсь, что вы сейчас, возможно, в рамках этого итогового видео напишите мне в комментариях, какой формат вам еще хотелось бы видеть на этом канале, какой формат в этом году вам понравился больше всего, что бы вам хотелось изменить, в том числе, возможно, на этом канале. Я готова вас слушать, я очень люблю читать ваши комментарии, серьезно, какими бы безумными они не были, безу-безу, так сказала, как будто прям целую-целую по-французски, так что да, безу-безу вас всех, обязательно пишите мне, как вообще прошел ваш год, какие главные достижения у вас лично в 2019 году, с какими силами, с какими надеждами вы входите в новое десятилетие, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, серьезно, вот в инстаграме я вас жду вообще просто вот с распростертыми объятиями, потому что там я готова общаться вообще со всеми, когда мы пишем что-нибудь там с вами в комментариях, мне прям это дает каких-то новых сил, новых надежд, новых свершений, и знаете, так как это последнее видео в 2019 году, мне хочется пожелать вам в новом году не то, чтобы хороших книг, мне хочется, чтобы у вас было много времени для того, чтобы читать эти хорошие книги, время это субстанция, которая несколько ограничивает нас с вами, но мне хочется, чтобы в вашем сознании все было бесконечно, мне хочется, чтобы вы понимали насколько много прекрасных книг вокруг нас, мне хочется, чтобы вы учились разбираться в этой литературе вместе со мною, я люблю учиться и надеюсь, что вы тоже любите это делать, Я очень надеюсь, что в новом году все мы с вами будем счастливы, что каждый из нас найдет еще одну книгу, которую сможет назвать своей самой любимой, которую захочется советовать всем и каждому, поэтому я с вами сейчас буду прощаться, я очень надеюсь, что этот год был для вас полон открытий, был для вас полон любви в том числе, и очень хочу, чтобы будущий год был еще лучше, прямо кратно лучше. Так что на этом у меня все, я не прошу подписываться вас на канал, лучше смотрите те видео, которые вы еще не смотрели, ну и будем с вами дальше читать вместе уже в новом 2020 году. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok